Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике остается напряженным. По данным управления Роспотребнадзора, на территории Республики выявлено 107 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице нашей Республики выявлено 62 случая. В Мегенокангаласском улусе есть определенное снижение – 9 случаев. Тем не менее, у нас выявлены случаи в Ильюйском, Нюрбинском, Уссалданском и Оленёкском районах по 4 случая. По 3 случая в Амгимском, Сунтарском, Чурапчинском, Хангаласском районах. Необходимо обратить внимание на появление случая в Верхоянском районе и Момском, где выявлено по 2 случая. И по 1 случая зафиксировано в Мирдинском, Намском, Нюрнгринском и Мегенском районах. Необходимо сегодня обратить особое внимание на те очаги, которые возникают в большей степени в качестве предочагов, ну или, значит, групп заболеваний, которые именно имеют место быть в учебных заведениях. Так, на настоящий момент ведется эпидемиологическое расследование по выявлению больных в Ленском районе в связи с нарушением, которые были допущены при проживании студентов соответствующего, значит, учебного заведения. За сутки в Республике проведено 33338 новых исследований на коронавирусную инфекцию. Всего уже вообще в целом за период пандемии всеми нашими лабораториями, которых было создано достаточно много в Республике, обработано 1 112 597 тестов. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в нашей Республике продолжается вакцинальная кампания. В Республику поступило 198 544 дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Уже 157 790 человек получили первую вакцину на территории Республики. Вторую вакцинацию прошли 108 05 человек. Необходимо обратить внимание, что вакцина поступает в полном объеме. Вакцина на настоящий момент доставлена практически, как я уже говорила вчера, до всех районов Республики. Соответственно, с вчерашнего дня в Республике доступны 3 вакцины. Это вакцина «Спутник», это вакцина «Эпивак», и это новая вакцина Института Чумакова «Ковивак». Сегодня она доставлена медицинской организацией Якутского, Намского и Хангаласского районов, где, соответственно, эту вакцину можно получить. Я хочу обратить ваше внимание, что все три вида вакцины, которые доступны на территории Республики, в наших медицинских учреждениях, все они являются вакцинами, которые ставятся в два раза с разницей в 20 дней, 14 дней. И для всех из них одинаковые противопоказания. Лица, которым противопоказано вакцинирование, естественно, у нас сегодня в Республике будет долгое время находиться в группе риска. Потому что именно непосредственно для них, в связи с тем, что они не могут воспользоваться такой возможностью и защитить себя вакциной, безусловно, нахождение в сообществе, в котором, например, есть вирусы, сегодня вирус у нас есть. Поэтому для них это достаточно сложно. Поэтому я бы призвала всех, кто имеет право на вакцину, идти еще раз пойти ее получить. На выбор можно получить любую из вакцин. И, соответственно, таким образом сберечь тех, кто имеет медотвод и кто не может воспользоваться правом на сохранение своего здоровья через вакцинирование. Спасибо.